Друзья, всем привет! С вами канал Будда Грижна. Вчера, когда я снимал видео, там фейк-статья была Татьяне Булановой, и директор ее был возмущен просто тем, что разместили на ютюбе видео, где придумали там и скорую, и что ей стало плохо, потому что ее муж или друг молодой изменил ей с девушкой в ее же доме. В общем, напридумывали всякую ахинею, просто полнейшую. И директор говорит Булановой, у меня разрывался телефон, я ничего не мог понять, что происходит. И мы вчера с вами поговорили вот об этих каналах, которых хоронят каждый день живых людей, и ютюб с ними ничего не делает. Даже я уже говорил на своем примере, хотя я себя не считаю публичным человеком, не считаю, что на мне там можно какие-то что-то заработать, все-таки они берут более известных людей, но даже меня похоронили. Понимаете, в чем дело? Ну, это, конечно, для меня-то лично это просто как бы повод улыбнуться лишний раз, а для людей публичных, действительно, которых знает вся страна, и родственники которых смотрят там, не знаю, ютюб, читают новости, конечно, это может просто шокировать, и все. Значит, друзья, но я вчера обратил внимание на такую деталь, вы знаете, Буланова, как тоже вот я прочитал, есть публикация, она просто стала неузнаваема, абсолютно. Недавно мне одна девушка задала вопрос, что вот вы высказываетесь насчет пластической хирургии, фейстюнов, ретуши, вот это и так далее в инстаграм. Я говорил уже неоднократно, может кто не смотрел мои видео до этого, о том, что я против выступая вот уродования внешности, когда девушки косят под одно лекало инстаграмное. Вот этот вот свисток утенок, вот этот duck face, который в Европе, в Америке тоже был некогда популярен, сейчас уже его все сдули, а наши прям чем больше, тем лучше. Значит, и в целом делают лицо, тонкие скулы и так далее, вот это вот утенок этот, и она вот считает, что она очень крутая девушка. Значит, ну крутая чем? Естественно, повышенное мужское внимание и так далее. Она же не понимает, что, как шикарно, еще раз повторюсь, сказал Нагиев, значит, ну, сексуальное взаимоотношение, да, это хорошо, но с утра поговорить охота. Так вот, это самое главное, да, а поговорить, как правило, не о чем, потому что она озабочена своей внешностью. А мужчины, собственно говоря, выбирают таких именно, ну, вот, животный мир, да, вот, большие губы, вы знаете, что все это олицетворяет, с чем это ассоциируется у мужчин и так далее. И, собственно говоря, ну, вот, вот так, да. Ужасно. И я, да, я ответил, что я выступаю против, и я считаю, что каждый человек уникален, каждая девушка, каждая женщина уникальна. И считаю, что мужчины имеют полное право говорить на такие темы, потому что кому, как ни мужчине, ценить женскую красоту? Женщинам, что ли? Или женщины делают все это для того, чтобы быть увереннее в себе, в первую очередь, естественно, но быть увереннее в себе для чего? Для того, чтобы встретить более достойного мужчину. Правильно? Поэтому кому, как ни мужчине, рассуждать о женской красоте? Правильно? Значит, и я просто выступаю за то, друзья, чтобы каждый человек в нашей стране полюбил себя. У нас просто культ любви к себе. От этого и общее неуважение общества к самому себе. От этого можно пользоваться это общество как угодно. Понимаете? Что угодно можно делать, что угодно навязывать. То есть, вот, казалось бы, частности какие-то, казалось бы, какие-то мелочи. Но это очень важно. С мелочей все начинается. Понимаете? Поэтому не зря, говорят, дьявол, дьявол кроется в деталях. Поэтому каждый человек, который полюбит себя таким, какой он есть, откроет в себе неисчерпаемый запас энергии. Энергии креатива, энергии творчества, энергии созидательной. А вот с этим человеком уже труднее, что называется, манипулировать им или что-то делать. Потому что он любит себя. Ему сложно из-за чувства вины и так далее. Женщины прекрасны все. Я выступаю за то, чтобы пластическая хирургия была исключительно доступна тем, у кого есть медицинские показания. Бывают врожденные, вы знаете, какие-то вещи. Бывают в средстве, например, аварии, еще чего-то. Да, действительно. Но делать это для услады глаз противоположного пола, я считаю, это просто не допустим, даже запретить. Так же, как точно в какой-то стране запретили без упоминания в инстаграм, менять свою внешность. Сейчас что только не делают. Нос удаляют больше, меньше. На каждой фотографии по-разному она выглядит. И я считаю, что именно женщины более старшего возраста могут воздействовать на умы молодежи. Но когда я вижу, например, как Долина выглядит, как 25-летняя девочка, когда я вижу, как Успенская выглядит, как... Ну, Успенская там уже вообще не понятно, как кто выглядит. Но, значит, Буланова, она не похожа на себя. Понимаете, можно... Ну, я понимаю, публичные люди, женщины, так сказать, есть деньги, хочется продлить, так сказать, свой век. Ну, можно, конечно, что-то сделать. Но когда ты перестаешь быть похожей на себя... Недавно был фильм «Не смотри наверх». Голливудский фильм. Там играет Леонардо Ди Каприо. И там Кейт Бланшетт, по-моему, такая актриса. Вот, если она там в ведущей новостей играет, если вы посмотрите, вы будете в шоке. Это другой человек. Это абсолютно другой человек. Значит, есть фильм с ней... «Жасмин» называется, «Жасмин». Она там играет с Аликом Болдуином. Вот можете посмотреть там, как она выглядит в этом фильме, а потом посмотреть «Не смотри наверх», как она выглядит. Это два разных человека. Абсолютно. Я считаю, что это просто... Это такая тотальная нелюбовь к себе, чтобы утратить собственную индивидуальность. Я никогда не забуду великолепный ответ Черчилля королю Георгу Пятому. Король заикался и шел говорить вот эту речь о начале войны. И говорит... Черчилль говорит, держитесь, говорите, все получится, все. А он заикался. Посмотрите, победоносную речь говорить с заиканием. Невозможно. И, значит, прекрасно сыграл вот этот эпизод. И вообще эту историю обыграли Колин Фёрд и Джеффри Раш в фильме «Король говорит». Замечательный фильм. И, значит, Король говорит, ну, вам-то легко, у вас же все получается. И Черчилль говорит, я с детства картавил так, что меня высмеивали всей школой. Черчилль – умнейший человек. И Король говорит, как так, как же, как же, сроду не скажешь. И Черчилль говорит, я просто однажды понял, что все мои индивидуальные особенности, включая те, которые меня отличают не в лучшую сторону, это мои индивидуальные особенности, которые отличают меня от других людей. А, значит, это мои преимущества. Гениально. Вот так нужно относиться к себе и своему телу. Если чем-то вы отличаетесь от других людей, то это преимущество ваше только лишь. А когда девчонки бегут становиться похожими друг на друга, и уже их не отличишь. Пять подружек все на одно лицо. Это лишаться своего преимущества. Потому что в первую очередь нужно качать мозги и голову, чтобы было с утра о чем поговорить. А не губы и зад, чтобы стать объектом животных инстинктов мужчин. И на этом чувствовать себя привлекательной. Но насчет Булановой, друзья, просто я хочу сказать, что эти женщины, которые пожили жизнь, которые уже с опытом, с мудростью, наоборот, должны подавать пример подрастающему поколению. Любви к себе, а не переделывание себя. И отрицание собственной внешности. Друзья, с вами был Будда Гришна. Интересно ваше мнение, что думаете на сей счет. Подписывайтесь на канал, на котором мы находимся. Кому интересно, резервный канал Будда Гришна Live. И инстаграм Будда Гришна, нижняя подчеркивая единичка на русском. Будда Гришна, три российских флага. Всем пока, друзья. До встречи.